Все, что запланировалось, все выполнили. Все ребята готовы. Новички начинают так немножко набирать функциональные кондиции. В целом я доволен, как прошла подготовка. Я думаю, что завтра мы покажем хороший футбол и добьемся положительного для нас результата. Пожалуйста, ваши вопросы. Сергей Витальевич, все бездороги, все бездороги, все бездороги. Я кажется, только что она ответила на этот вопрос. Все в строю. Пожалуйста. И все говорили, что она от Сегритарь вечер. Дирижный состав. В основном на процентов 95-90 я определился. Потому что результат, который мы получили в прошедшей игре, я не скажу, что он стал неожиданностью, но это хороший результат. Скажу так, что если смотреть, открутить назад, то я планировал домашний матч, немножко другой состав. Сейчас, я думаю, будут корректировки. Но в целом, все равно, психологически мы должны понимать, что счет 0-0. Забыть ту игру и тот результат, который был в Словакии. И выходить и добиваться положительного результата дома. Проходить этот второй этап. Мы будем играть в футбол. Мы будем играть в тот футбол, в который мы, я считаю, что и в чемпионате проповедуем, и проповедуем. Конечно, если бывают форс-мажорные обстоятельства, когда ты начинаешь проигрывать, или тебя результат не устраивает, то, конечно, начинаешь раскрываться. Где-то бывают другие игроки выходят на усиление игры. Но в целом, именно кубковый матч – это противостояние в двух матчах. И здесь нужно очень правильно подойти, стратегически и тактически. И на ту игру я не скажу, что ребята. Так сильно расслабились. Но, конечно, чувствовалась такая недооценка. Потому что слишком легкая игра была на выезде против Дерри Сити. Здесь же ребята видели, что соперник очень серьезный. И то, что мы добились этого результата, это благодаря именно дисциплине, организации. И ни один футболист не выпал. И каждый сыграл свою силу. И это дало результат. И они прекрасно понимают, насколько все переменчиво в кубковых матчах. Вы сами видите. Сейчас в польский клуб «Легия» играли с протоктором «Навы». Дома «Легия» проиграла 2-0. На выезде в меньшинстве с двумя игроками могла еще пройти. То есть 1-0 выиграла. То есть кубковые матчи – это для нас понятно, что сопернику терять нечего. Я думаю, они с первых минут начнут играть так же агрессивно, как и дома. Побегут вперед. Попытаются нас подавить. Но я считаю, что сейчас в команде достаточно есть опытных ребят, которые уже поиграли и в его кубках из-за национальной сборной. Поэтому в этом плане, я думаю, нам должно быть легче. Спасибо, еще Ваши вопросы. Никита, как мне так, уже собирал в кубковом матче. Готов ли он полностью на 100%? Ну, я думаю, что на 100% он еще, я думаю, не готов. Но он в кубковом матче вышел на 30 минут. Но вы сами понимаете, это не тот момент сопротивления. Все, но я на Никиту рассчитываю. Я думаю, что у словаков много квалифицированных игроков. И все равно брос-аута не самый основной компонент. В легкой атлетике, возможно, а в футболе – это один из, но это не главный компонент. Читинопольский или трибуны еще позволите отрабатывать или на тренировках пенальтик? Нет, никогда не отрабатывал. Не могу объяснить, почему. Как-то с одним футболистом, он после тренировки начал бить пенальти. Я говорю, что ты тренируешь? Он говорит, пенальти. Я говорю, вопросов нет. Давай я соточку ставлю за каждый твой забитый. А ты мне даешь тысячу, если не забиваешь. Он говорит, как так? Я говорю, да вот так. Чтобы отработать пенальти, это, во-первых, должен быть фон усталости в соответствующем матче. Это на трибунах. Ты же не можешь предугадать, сколько будет зрителей. И вообще пенальти – это психология. Как можно тренировать? Это или есть, или нет. Поэтому я ответил на ваш вопрос. Нет смысла тренировать пенальти.